Всем большой привет! Как дела? Сегодня я отвечаю на вопрос Кэнсон Форчун о предлогах О, Об и Про. Предлоги О и Об Предлоги О и Об являются объектными и указывают, на какой предмет направлено действие. Эти предлоги используются в винительном и предложном падежах. Например, думать о тебе, говорить о погоде, сообщить об экскурсии, попросить об одолжении. Давайте выясним, в каких случаях использовать О, а в каких Об. Если слово начинается с гласных букв А, О, И, У, Э, то употребляем об. Например, об Америке, об отделе, об интересе, об уходе, об электричестве. Во всех остальных случаях используется О. Например, о машине, о природе, о Японии, о Европе, о детях. Есть еще один предлог. Оба, который используется со словами мне, что, что-то, что-либо, что-нибудь, все, весь, всякий. Многий. Например, обо что ты ударился? Обо что-то тяжелое. Что ты знаешь обо мне? Мы обо всем договорились. Обо многих людях мы ничего не знаем. Предлог ПРО. У предлога ПРО есть несколько значений. Первое. То же, что и о. Об и оба. О людях. Про людей. Обо всем. Про все. Второе. Второе. Для. Для. Ради. Для. Эта вещь не про тебя. Эта вещь не про тебя. Эта вещь не для тебя. Оставь про запас. Оставь для запаса. Оставь для запаса. ПРО больше используется в разговорной речи. ПРО всегда заменяет О, ОБ, ОБА во многих случаях. Но О, ОБ и ОБА звучит более грамотно и культурно. Что ты скажешь об этом? Что ты скажешь про это? Я думаю о нас. Я думаю про нас. Этот рассказ о вас. Этот рассказ про вас. Пока все. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok